Биограф Петрова сходится во мнении, что он являлся именно преподавателем психолога. Именно с Петрова в 18 веке зародилось наставничество в нашем регионе, считают хранители Государственного краевого архива, организовавшие выставку «Люди Большого Сердца». Ведь Василий Владимирович не просто требовал дисциплины и учил, этот человек подмечал и развивал задатки и особенности каждого ученика. Способствовали этому индивидуальные занятия, которые раньше были нормой. Открывались уже школы, особенно ближе к рубежу веков 19-20 веков уже были школы практически во всех городах. Конечно, присутствовали и изучение нескольких языков, и практические знания, русский язык, алгебра, физика, геометрия. Какие-то существенные отличия от современных детей, наверное, не было церковных уроков, которые изучали молитвы, как это было принято до революции. В Барнауле первую бесплатную школу основали благодаря стараниям педагога Василия Штильке. Он способствовал появлению первой Барнаульской публичной библиотеки, которая сейчас носит имя Вячеслава Яковлевича Шишкова. А вот краевед Виктор Иванович Верещагин, наоборот, выходил за рамки города ради изучения региона и проведения просветительских экскурсий для своих учеников. Про тетю Тоню, мать беспризорников, я прямо тронуто сама сижу и думаю, при той гуманитарной заряженности, которая есть у меня у самой, я решилась бы домой, своим детям взять несколько беспризорников, хулиганов. Тетя Тоня из второго раздела выставки, посвященному СССР, как раз заведовала вагоноприемником, куда с вокзала и поездов отводили беспризорных детей. После их распределяли под детдомам, учебным учреждениям и заводам. Притом Антонина Петровна изо всех сил выбивала рабочие места для детей. Подобной деятельностью занимался и Василий Степанович Ершов. Он прежде всего известен тем, что в селе Алтайском организовал в 1910 году сначала детский приют, затем детский приют перерос в детский дом «Муравейник». Он и сейчас существует. Первоначально он был организован полностью на средства Василия Степановича. Среди других педагогов нельзя не отметить Олега Львова, благодаря которому в Алтайский край в начале 70-х пришла информатика вместе с первым учебным компьютером. А вот Адриан Топоров, в честь которого назван Алтайский институт образования, приобщал к литературе простых крестьян. Кстати, рабочий класс, где пик наставничества пришелся на 70-е годы, стал третьим разделом выставки. Я точно знаю, что вот эти наставники, рабочие, да, в том числе и мой отец, его коллеги, очень активно принимали участие в их личной жизни, этих молодых людей. И несколько раз, ну, большое количество раз у нас тоже ночевали ребята, которых дома было плохо, которые иногда сбегали из дома, потому что там были невыносимые условия. В общей сложности на создание выставки, посвященной трем разделам наставничества, ушло около двух месяцев. Вскоре некоторые материалы будут размещены на сайте Госархива. Вживую посетить экспозицию можно до конца января. Ирина Корчагина, Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.